Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В шести километрах от моего дома находится лыжная трасса Смейцера Силс, на которой сегодня проходит чемпионат Европы и мира по лыжному ориентированию. Давайте пойдем посмотрим. В этом году Латвия является одним из ключевых центров в календаре соревнований по зимнему ориентированию на лыжах. Целую неделю в Мадонне проходило одно из самых масштабных мероприятий в этом зимнем сезоне. Чемпионат Европы по лыжному ориентированию, чемпионат мира по лыжному ориентированию среди юниоров и чемпионат Европы по лыжному ориентированию среди молодежи. Я посетила мероприятие 4 февраля, чтобы посмотреть, что же делают спортсмены на Смейцерской трассе. Сегодня довольно холодный день в городе Мадонна. Я приехала, чтобы посмотреть на соревнования, которые проходят здесь. И это международный турнир по ориентированию на лыжах. И команда из разных стран участвует в этом мероприятии. Мадонна Литвы, Норвегии, Казахстана, Румынии, Швеции, Швейцарии, Турции, Украины и Соединенных Штатов Америки. В соревнованиях приняли участие 129 мужчин и 103 женщины. Казахстан Институт Мы не можем сказать 100% что Свеции имели одну. Мы можем сказать, что Эстония будет беременную бронзу. Это зависит. Это очень открытая вопрос. Эти четыре нации Другие нации Как Финляндия, Финляндия Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах является официальным мероприятием, на котором присуждаются титулы чемпиона мира в спортивном ориентировании. Чемпионат мира проводится каждый нечетный год. Первый лыжный чемпионат мира прошел в 1975 году. Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжном ориентировании на лыжном ориентировании. Спортивное ориентирование в Латвии имеет давние традиции. В этом году Латвийская федерация спортивного ориентирования отмечает свое 60-летие, хотя первые рекорды соревнований по спортивному ориентированию относятся аж к 1936 году. В этом году соревнования проходят в Мадоннском регионе. Общая протяженность подготовленных мадонцами лыжных трасс в окрестностях города Мадонна составляет 100 километров. Мадонна – это спортивный и зеленый регион Латвии с населением около 22 тысяч человек. А расположена она в восточной части Латвии, в 170 километрах от Риги, в столице Латвии. Живем мы в экологически чистой и естественной среде, на территориях, охраняемых Европейским Союзом. Мадонна – один из самых популярных регионов зимнего отдыха в Латвии. В его основе лежит стойкость снежного покрова и холмистой местности, а также ложные трассы, устроенные в соответствии с требованием как для отдыха, так и для соревнований. Мадонна – два звезда команды, два звезда команды. Лужное ориентирование Увлекательно своей динамичностью и смелым и способным спортсменам приходится быстро принимать решения в запутанных лабиринтах ложных трасс и периодически быстрых спусках. Для того, чтобы мероприятие состоялось, мадонцы проделали огромную подготовительную работу. Гонки были захватывающими и достаточно сложными с технической точки зрения. В борьбе за победу участники должны были обладать острым умом и быстрым шагом. Спортивные организаторы Центра спорта и отдыха «Сметера Силс» могут гордиться опытом организации чемпионатов Латвии, Балтии, Скандинавии, Европы и мира по лыжным гонкам и лыжероллерам, по биатлону и спортивному ориентированию на лыжах. Чеха Республика бороться за 5-й место. Пиевская команда была разочная, но не считалось, что Чеха Республика будет принимать 5-й место. В прошлом году они только первые два ноги, с Хлава Цова и Хростоа в первые два ноги. И сейчас Хлава Цова и Хростоа... Продолжение следует... Много молодых спортсменов, много запаркованных автомашин, все домики заняты. Кроме того, тут есть несколько специально размещенных таких сконструированных домиков. Не только вот эти, а вот там за моей спиной и спортсмены живут. Погода морозная, но тем не менее достаточно приятная, потому что снег, я думаю, что для лыжников хороший сегодня. Город имеет замечательные лыжные традиции. С 1930 года в Мадонне проводятся национальные соревнования по беговым лыжам. А с 1961 года в Мадоннской спортивной школе действует лыжная секция с программами лыжных гонок и биатлона. Эта спортивная школа подготовила также участников Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлонам, которые прославили имя Латвии по всему миру. И наш город Мадонна – это не только город танцоров, но и город спортсменов. Очень много туристических баз, лыжных баз. Это самая большая здесь мастерская база, но есть и другие, где можно приезжать, кататься на лыжах или тренироваться. Путешественники предпочитают посещать природные объекты и предприятия сельского туризма, участвовать в культурно-массовых мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также знакомиться и наслаждаться продукцией местных производителей – сырами, карамелью, ягодными леденцами, винами. Я вам расскажу еще много интересного. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.